Уже со следующего года зарплата госслужащих будет формироваться из гарантированного должностного оклада и бонусов. И если размер оклада будет зависеть от характера и сложности работы, то бонусы от качества работы и результативности. К тому же теперь зарплата чиновников в регионах не будет так сильно отличаться от зарплаты госслужащих в центральном аппарате и министерствах. В ежедневной деятельности они принимают решения, которые влияют на качество жизни населения. Между тем, размер их заработной платы значительно отличается от работников министерств. К примеру, главный специалист аппарата Акимова в среднем получает на 70%, то 70% меньше, чем главный эксперт в центре. Это позволит сократить отток кадров из регионов, обеспечить стабильность госслужащих на местах и усилить кадровый потенциал. Теперь все должности оцениваются с учетом трех факторов. Уровня знаний, компетенции и опыта, степени сложности поставленных задач и степени ответственности за недостижение результата. По каждому из факторов выводятся баллы, а их совокупность определяет место должности в новой сетке оплаты труда. Тем временем в Акимате создана рабочая группа, которая работает над оптимизацией бюджетных средств. Согласно нормативам, будут распределения должностей по блокам, по четырем блокам, где, конечно, будут конкретно определены должностные обязанности и оклады государственных служащих. Согласно указу президента, предоставлено право руководителям государственных органов самим определять конкретную штатную численность и оптимизацию расходов на содержание этого госоргана и сумма экономии которых может быть направлена на повышение зарплаты более эффективных работников. Проект введения факторно-бальной шкалы в оплату труда чиновников запущен в пилотном режиме в этом году. По новой системе зарплату уже получают сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Министерства юстиции, Акиматов Астаны и Мангистауской области. Чиновники нашей области перейдут на новую систему оплаты труда со следующего года. Ожидается, что минимальный размер зарплаты ведущего специалиста повысится с 62 тысяч до 117 тысяч сеньге. Факт.